Большое количество выпавших осадков вызвало резкий приток воды в Краснодарском водохранилище. В связи с этим увеличился и сброс воды в реки Кубань и Протока. О паводковой ситуации, сложившейся в Славянском районе, а также об элементарных правилах, которые необходимо знать в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в первом материале выпуска. В Славянском районе все службы, отвечающие за вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, работают в режиме постоянного контроля. Это связано со сложившейся паводковой ситуацией на реках Кубань и Протока. Увеличение объёма воды в Краснодарском водохранилище вызвало беспокойство среди жителей. На случай угрозы возникновения ЧАЭС во всех поселениях района имеются разработанные планы эвакуации населения. В каждую семью выданы памятки действия в ЧАЭС. Также организовано круглосуточное дежурство оперативных служб. За уровнем воды в реках Кубань и Протока ведётся наблюдение 13-ю гидрологическими постами. Ток в Краснодарское водохранилище на вчерашний день составлял 1564 кубических метров в секунду. Сброс – 1200. 4 июня и вчера ещё раз на заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Уже было определено и практически выполнено, что из этих 1200 кубических метров сброса 200 кубических метров отбирают водопользователи хозяйства рисосеятели. Распределение на вчерашний день шло – 510 кубических метров шло сброс в реку Протока и 490 кубических метров в реку Кубань. На нынешний день запас уровня высоты дампы составляет около 1 метра. Это не вызывает угрозы затопления. Главами городского и сельских поселений Славинского района организованы группы, которые контролируют состояние рек и дамп обвалования и регулярно информируют население о развитии паводковой обстановки. Обстановка стабилизировалась. Есть возможности уменьшения сброса и уменьшения естественной опасности и угрозы для населения края, в том числе и нашего района. Находиться на дамбе, а тем более купаться в реках, сейчас особенно опасно. В связи со сбросом воды с водохранилища в реках скопилось большое количество сухих деревьев. Одни видны на поверхности, другие скрыты под водой. Поэтому до общего разрешения купания нахождение в воде может быть опасно для жизни. На случай угрозы возникновения ЧАЭС жителям необходимо быть бдительными, слушать сообщения по системе оповещения. Услышав предупредительный сигнал «Внимание всем!», немедленно включить радио или телевизор. Далее действовать в соответствии с полученными рекомендациями. В случае угрозы возникновения ЧАЭС и возможной эвакуации необходимо подготовить документы, ценные вещи, медикаменты, двух-трехсуточный запас не портящихся продуктов питания. Самое главное – в любой обстановке не терять самообладание, не поддаваться панике, действовать быстро и уверенно. При возникновении угрозы затопления необходимо сообщить по телефону дежурной оперативной службы Славинского района 051 или 42652.